Субтитры предоставил DimaTorzok 27 миллиардов рублей, 11 миллиардов выделил федеральный центр, 3,5 предусмотрены в региональном бюджете. Еще 10 миллиардов привлекут извне бюджетных источников. Инвестор сможет вернуть вложения за счет сдачи в аренду жилых помещений, конференций залов и бизнес-площадей в кампусе. Первый этап проекта реализуют до декабря следующего года, второй – в 2025 году. Я считаю, что сегодня особенный день для развития высшей школы. Науки нашей республики. Я думаю, что это новый вектор развития и новый фундамент, серьезные основы нашей науки и высшего образования. В будущем кампусе будут проживать 4000 студентов и сотрудников вуза. Площадь жилых помещений составит 78 тысяч квадратных метров. В здании также разместят выставочные и деловые зоны, стартап-центры, IQ-библиотеки, IT-технопарк и многое другое. Он оценен федеральными органами. Стоимость проживания в финансовой модели рассчитана на уровне сегодняшней цены, она конкурентна. Поэтому, конечно же, студентам, преподавателям проживание в этом центре, в нашем кампусе будет выгодно. Но не считая, конечно же, комфортно, удобно и всех остальных характеристик. Общий срок реализации 25 лет до 1947 года. Под строительство кампуса в Уфе отдали площадку на южном склоне реки Белый. Проект власти республики презентовали на Питерском международном экономическом форуме в июне. Он получил высокую оценку вице-премьера федерального правительства Дмитрия Чернышенко. Проекты в сфере торговли и развлечений в Башкортостане могут получить статус приоритетных. Об этом на Международной неделе бизнеса сообщил министр торговли и услуг Алексей Гусев. В секции «Торговый хаб» для выхода на российский рынок спикеры обсудили крупный проект «Евразийский агроэкспресс». Уфу включили в маршрут ускоренных и мультимодальных международных грузоперевозок. В рамках региональной части проекта в Башкортостане построят оптово-распределительный центр. От данного инвестиционного проекта уже подобран земельный участок, порядка 90 гектаров, который имеет примыкание к ЖД-ветке. Есть инвестор, которого заинтересовало именно данное направление. Вот сегодня как раз оно, агрологистика, они просчитывают именно проектно-сметную документацию с точки зрения о том, о чем наши коллеги говорили, наполняемости данного проекта, чтобы он был оптимально удобен. Агрохаб поможет увеличить объемы реализации продукции. В профильном ведомстве сообщили, что теперь наряду с промышленными и сельскохозяйственными торговые проекты могут претендовать на статус приоритетных. Добавлю, что в 2022 году инвестиционный комитет республики рассмотрел 492 проекта. Инвесторам оказана поддержка на 16 миллиардов рублей. Это налоговые преференции, субсидии на инженерную инфраструктуру, приобретение оборудования, арендные льготы и возможность получить земельный участок без торгов. 15% от товара оборота между Башкортостаном и Белоруссией занимают поставки кальцинированной соды. Такие цифры озвучили на гранд-сессии БСК как флагман развития химической промышленности в России, прошедшей в рамках Международной недели бизнеса. Кальцинированная сода – ключевое сырье для производства стекла. За 10 месяцев этого года башкирская содовая компания поставила на белорусские стекольные предприятия 140 тысяч тонн этого сырья на сумму порядка 50 миллионов долларов. В прошлом же году отгрузили около 200 тысяч тонн. В связи с переориентацией на рынки дружественных стран, БСК планирует наращивать поставки в страны Юго-Восточной Азии и Африки. Это тот продукт, который выпускаем, низкохлоридный, который выпускаем только мы. В странах СНГ и который соответствует мировому уровню по качеству. И вот именно этот вид кальцинированной соды востребован для современных производств. Это как раз показатель того, что работает производство надежно и в нужном направлении. Что касается отечественного рынка, то доля предприятия в производстве кальцинированной соды составляет 70%. Продукция БСК обеспечивает производство 95% листового стекла и 51% стеклянной тары в России. И в продолжение темы. Башкирская содовая компания вложит в модернизацию основных производств 66 миллиардов рублей. В ближайшее время будет утверждена программа развития предприятия до 2031 года. Существенную экологическую проблему представляют отстойники дистиллерной жидкости. Отходы основного производства БСК накапливались десятилетиями. Программой предусмотрена рекультивация так называемых белых морей до 2032 года. Одним из основных направлений развития сейчас является модернизация действующих производств. На самом деле практически более четырех десятков лет большая часть производства не модернизировалась в полной мере. Поэтому как раз надо сейчас эффективность повысить, экологичность существенно повысить. Видим, что планируется направить более 66 миллиардов. Это как раз цифры, которые соответствуют масштабам задачи. Одно из наибольших перспективных проектов – это рекультивация белых морей. Совместно с компанией ВЭБ-РФ башкирская содовая компания разработала технологию переработки отходов в вяжущие средства для отсыпки дорог. По словам генерального директора предприятия Эдуарда Давыдова, весной БСК перестанет подавать дистиллерную жидкость. Белые моря перейдут в естественный процесс осушения. После их засыпят инертными материалами, землей и высадят деревья. Модернизация БСК предполагает также развитие импортозамещающих производств. Компания инвестирует 16 миллиардов в создание производства эмульсионного поливинилхлорида, который применяется в изготовлении линолеума, мягкой плитки, обуви и других товаров. Госкомитет Башкортостана по жилищному и строительному надзору уличили в бездействии, волоките и необоснованных проверках. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики. По данным ведомства, сотрудники жилстройнадзора отказывали в проведении проверок по жалобам граждан или затягивали сроки инспекции. Выявлено бездействие сотрудников ведомства по организации проверок по обращениям граждан. Допускалось затягивание сроков рассмотрения жалоб. При наличии оснований для организации контрольных мероприятий в отношении управляющих организаций, заявителям отказывалось по формальным основаниям. При проведении проверок, вопреки установленному правительством Российской Федерации мораторию, выдавалось предписание об устранении выявленных нарушений, не влекущих угрозу причинения тяжкого вреда жизни и здоровью граждан. Обнаружились и другие нарушения, такие как невнесение сведений в единый реестр проверок. Прокуратура Башкортостана внесла представление в адрес руководителя жилстройнадзора. По результатам его рассмотрения 27 сотрудников ведомства привлекли их к дисциплинарной ответственности. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на РБК.